привет друзья а вот мы из нюз и да да приехали приехали делать последний блокад вы знаете есть стало хуже да настя говорит вчера прям ножки по 2 ножку подволакивала на сидим ждем бабушку завезли в кардиоцентр проверить карте стимулятор и поедем сейчас на последнюю блокаду что нам скажет доктор мы не знаем может операцию делать танюш в общем вот так у нас неутешительно ладно надежда умирает последний поздно мы были готовы то что пират все равно будет но не думали что так быстро посмотрим послушаем что-то я вам сообщу вот она приходит бегает лапка видите как лежит у нее прямо все хорошо было все хорошо но проблем в том что растет же организм собачки растут позвонки сжимается мозг и вот он доктор предупреждал если будет хуже будет операция посмотрим посмотрим уколит последнюю блокаду и скажет что нам делать одна осталась сейчас все придут все придут и поедем колодца дозу получать нюша осенька видите видите как а так бегала прям бегала хорошо все было не знаем что случилось опять вот мы какие не хотели мы одни сидеть до не хотели сюда перейти на второй сиденье назад чтобы нюшеньку заскулила заскулила не любит она одна не любит они не любят опять не так что-то не так чувствуешь да сейчас будут спинку укола делать до нюш ой вот такие у нас не одно так другой не другой так третий а вот и нынеша после блокады проблемку никак попить не можем сейчас так напудили о да нюша ну ничего вроде бегай доктор сказал если что сделаем еще одну блокаду ну как будете на связи дотянем до тех пор пока она вырастет да нюш доктор хороший хороший доктор не хочет нюшу резать так рано маленькую да пусть она вырастет сказал на все спокойно самый-самый глава тоже спокойно эти драйверте нужен а чё ты драйвер я не знаю чё вы скачиваете на среди париж свет вкусный макс дюрок дюрокс а чё делают дюроксом это фотошоп обычно фотошопом будете заниматься да это я занимаюсь максин занимается айтишник наш фотошопом занимает чё не усы ты спала не спала она пропела под телевизор не пометли здесь костопить много чё такое то никого-то много максин как дела в колледже все выздоровели болеть все эти инфекции этой и гриппами и уравимами болеют обычно инфекции которые мы переболели не знаю кто-то болел они просто сказали что было такое беда в общем беда напала беда на волгоград и волгоградскую область вирусы и инфекции кишечные урви а лапки все равно да еще будешь ты хватит дразнить и нюша включили лай собак и на теперь гап нюша ну здесь хочу рассказать вам о состоянии нюши да и вставать на задние лапки нюша Чаук у меня там сидит, да? Я только что сделала съемку вот этого платья. Примерку показала на канале Мир Светланы. Если кому интересно, оставлю ссылку, переходите. Все-таки я его купила. Значит, по поводу Нюши. Доктор сделал последнюю блокаду. Сказал, что улучшения видны, конечно же. У нее облегчение, воспалительный процесс. Последнюю блокаду она вообще безболезненно. Даже не пикнула. Ей сделали. Увеличили дозу лекарств. 0,1-0,2 теперь колем. Хотела сейчас взять, какие лекарства колем. Забыла. В следующий раз не забуду. В холодильнике они лежат. И что сказал? Если вдруг что-то будет хуже, то лучше. Еще одну блокаду сделаем. Будем надеяться, что спиной мозг адаптируется. Если уж не адаптируется, тогда будем делать операцию. Поэтому мы за Нюшу держим все кулачки. Спасибо вам всем, кто переживает. Я знаю, что не все любят животных. Не все любят смотреть мои ролики про Нюшу. И некоторые даже мне написали, что мы не любим животных. Нам это не интересно смотреть. Но я не снимаю, для всех хорошего не будешь. В первую очередь я снимаю для своей памяти, для, как говорится, архива. Про это чудное животное, чудного нашего члена семьи. И мы за нее очень сильно переживаем. Я очень благодарна всем тем, кто вместе с нами переживает. Большое спасибо вам за поддержку, за ваше внимание, за ваши комментарии добрые, за ваши просмотры, за ваши лайки. Вы знаете, как это поддерживает? Потому что мы окунулись вот в такое вот состояние. Она для нас как ребенок. И такой безвыходный, каким-то просто чудом вот просто попали к этому доктору. К нему очень тяжело попасть. Это очень хороший хирург, это профессор. И вот он так хорошо отнесся к нам. И принял, и дал надежду. Так что мир не без добрых людей. Кто ищет, тот всегда найдет. Я думаю, мы это все делаем не зря. И своего питомца мы не бросим, не оставим в беде и не усыпим. Будем бороться до конца. Вот так вот. Сняла вам, показала, как все проходило. Там такой сборный. Видите, конечно, как колоть ее. Я это ничего не снимаю. Но это не для слабонервных ребят. Это последний раз вот она сейчас не пищала. Так те разы она очень сильно пищала, верещала. Мы никто там не оставались. Держал другой доктор. И он, профессор, сам колол. Поэтому это очень, очень, ну, очень, ну, мне, 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 как по сердцу. Поэтому вот так. Все ссылки, как всегда, я оставлю под видео и на Инстаграм, и на Фейсбук, и на Контакты, на ролики, какие я снимала до этого, на плейлист про Нюшу. Проходите, смотрите, кому интересно, я буду очень вам признательна. Пишите комментарии, ставьте лайки. Просто для того, чтобы это видео как-то подхватить, эти плейлисты, это видео подхватил как-то алгоритмы Ютуба. И потому что многие хозяева сталкиваются с такой проблемой. Чтобы не бежали, знаете, вот бегом делать операции, калечить животных, а находили таких докторов, которые могут помочь питомцам. Хотя бы, ну, чтобы она выросла, когда уже во взрослом периоде будет уже легче, когда уже, как он объяснил, косточки, вот эти, уже звоночек сформируется, да. И собака перенесет легче, если дойдет дело до операции. А может вообще не дойти. Ну, так что мы надеемся. Надежда умирает последней. Спасибо вам за все. С вами была сегодня Светлана. Все, что будет дальше, буду снимать и показывать.